В конце весны и начале лета я проводил несколько тестов компьютеров на базе процессоров Intel Core i3-3220 и Core i7-3770. И мне показалось, что тема сокета 1155 в 2023 году как-то не до конца мной освещена. И мне на авито как раз подвернулась материнская плата на сокете 1155 с процессором Intel Core i5-2320 на борту. К нему установил комплект оперативной памяти объемом 16 гигабайт в двух канале и свою видеокарту RTX 3060 с 12 гигабайтами видеопамяти. Туда же я подкинул свой SSD уже заранее установленный Windows 11 Pro, но так как ключ там был у меня привязан для другого железа, операционная система отменила активацию. Но для теста я не стал уже переустанавливать по новой, чтобы активация этой платы подхватилась. Для тестов мне активация в принципе не мешает. А если вы находитесь не в России, а в любой другой стране и после сборки новенького компьютера хотите иметь нормальную официальную винду, а не всякие там говносборки от Виталиков Сторонтов или взломы типа всяких КМСов с вирусней и тому подобное, то просто заходите на сайт Microsoft, скачивайте бесплатный установщик, ставьте систему на свой компьютер и далее активируйте систему лицензионным ключом. Можно например купить OEM ключ в магазине CDK Sales по ссылке в описании. И не забудьте применить вот этот промокод, который сейчас на ваших экранах, он даст скидку 30%. И уже полученный ключ нужно будет просто ввести в настройках активации системы и все готово. Вот давайте посмотрим, можно ли вообще поиграть в современные игры на компьютеры с современной видеокартой RTX 3060, но с древним 11-летним процессором Intel Core i5-2320. Но перед началом я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает мой канал подпиской на Boosty. Большое спасибо вам всем ребята за поддержку. Отдельное спасибо Андрею, Баттлборгу, Ликвину, Александру Анисимову, Владюли. Именно благодаря вашей поддержке я могу продолжать покупать какие-то железки для тестов на этом канале. Спасибо. И еще кое-какое объявление. У кого ко мне есть какие-либо вопросы, сообщаю, что судя по всему сервис Funtalks, где мы с вами ввели публичные сессии вопросов и ответов, закрывается. Я уже получил уведомление об этом. Все вопросы и ответы я сохраню в архив и сделаю несколько видео с вопросами и ответами, как в старые добрые времена, чтобы эта информация просто никуда не потерялась. Поэтому если у вас есть вопросы, то вы можете задать мне их сейчас в Donation Alerts и ваш вопрос попадет в одно из следующих видео. Если вы хотите обсудить что-то в личной переписке, то это можно сделать через донат на Boosty. Так вы и канал поддержите и себе получите полезные ответы. Всем спасибо. Итак, что же за процессор такой Core i5-2320? Это процессор сокета 1155 на микроархитектуре Sandy Bridge. Содержит в себе 4 ядра, гипертрединга нет. То есть просто 4 физических ядра. Они работают на частоте до 3,1 ГГц при бусте по всем 4 ядрам. Скорость кэша L1 на каждое ядро очень низкая, всего лишь 96,5 ГБ в секунду у каждого ядра. Такая низкая скорость характерна для всей линейки Sandy Bridge. У Ivy Bridge лишь на несколько процентов лучше, но по сути примерно то же самое. Общий объем кэша L3 6 МБ. Вообще, тесты сегодняшнего процессора можно безо всяких скидок принимать за тесты так же, как и Core i5-2300 или i5-3330, например. Сами тесты я записывал с помощью внешней карты видеозахвата EasyCab 284. Она пишет с довольно шокальным качеством, к тому же всего лишь 30 кадров в секунду. Но наша задача не качество картинки смотреть, а на то, какие показатели выдаст нам процессор с современной видеокарты в современных играх. А теперь к самим тестам. Ну что, начнем с гиперпука. На полных ультра настройках с ультра трассировкой при Full HD разрешении у нас от 45 до 60 фпс. Вполне неплохой результат для столь древнего процессора. Идем дальше, гад войны, максимальные настройки графики. И тут процессор испытывает максимальную нагрузку по всем ядрам. Работает просто изо всех сил, прям как Сильвестр Сталлоне в одноименном фильме. Тем не менее, фпс вполне приемлемый, пройти эту игру можно. Ну и для стабилизации фпс можно просто поставить лог, скажем, на 50 кадров и будет полный порядок, чтобы не было просто скачков в сеть. Далее, Far Cry 6. Опять же, на максимальных настройках процессор хоть и не до самого упора загружен, однако из-за его медленного кэша и малого объема самого кэша у каждого ядра, у нас еле-еле дотягивается до 40 фпс. Спидер мужик, настройки максимальные. И в моменты большого скопления персонажей, которые обрабатываются процессором и прочих там всяких разных моделек, у нас перегрузка процессора, он прям таки обделывается. Однако, если сильно хочется поиграть в эту игру, то можно поставить лог на 30 кадров и будет более-менее стабильный PS4 Experience. Идем дальше, побег из Таркова. На удивление, в оффлайн рейде на улицах Таркова при пресете ультра графики у нас вполне играбельный показатель 50-60 фпс. Это прям отлично. Но, как только мы заходим в онлайн тест, то есть в онлайн рейд, начинается просто лютейшая дичь вообще. Под систему памяти с медленной DDR3, кстати, я забыл уточнить, что этот процессор не поддерживает частоту памяти выше, чем 1333 МГц. Если мы, конечно, не берем случаи, когда у нас есть материнка на Z-чипсете для разгона. Ну, в моем случае это обычно H61. Так вот, медленный кэш, медленная память, все это просто не вывозит они переваривать все те данные, которые поступают от сервера к системе. Поэтому нет, в онлайне это просто неиграбельно. Хотя всем известную оффлайн версию, так сказать в кавычках, поиграть вы сможете вообще без проблем на такой системе. А вот поиграть в какие-нибудь более мейнстримные онлайн игры можно вообще без проблем. Всякие танки, варфейсы, контрсраки и прочие доты будут просто здесь летать. Я покажу просто на примере самый адекватный из фри-то-плей на данный момент, а именно Enlisted. Как вы знаете, я люблю эту игру и пока что она как бы себя оправдывает. Так вот, на максимальных настройках графики у нас тут, во-первых, отличная картинка и весьма неплохая производительность, порядка 100 FPS. Так что играть можно вообще без проблем. В общем, какой итог? Итог здесь простой. Если вы хотите собрать себе игровой компьютер для простеньких онлайн игр, типа Counter-Strike или Enlisted Day Tank, или там Dota Quint, то i5 второго и третьего поколения вполне сгодятся для этих целей. В паре с двухканальной памятью и, скажем, видеокарты типа RX 580 2048 SP. Так как это сейчас просто самый имбовый вариант, недорогой был видеокарты. Если что, тест у меня этой видяхи тоже есть на канале. Причем там куча разных версий я испытывал, можете посмотреть. То есть в паре с дешевой видеокартой, но производительной. Вот такая дешевая система на таком процессоре. Прям нормальный вариант вообще для онлайн всякой фигни, ну и не самых требовательных 3А игр каких-то. А если вы хотите поиграть во что-то прям серьезное и современное, типа там тот же Cyberpunk или там Atomic Heart и тому подобное, типа Last of Us, то Sandy Bridge и любая другая платформа с двухканальной DDR3 точно не каналь. То есть нужно минимум, чтобы было два канала хотя бы DDR4, пусть не самое быстрое, но чтобы оно было. То есть в идеале, чтобы пропускная способность памяти была от 30 гигабайт и выше. Лучше, чтобы хотя бы 50. Ну и само собой, чтобы кэши каждого ядра процессора тоже были, во-первых, быстрые, во-вторых, чтобы их объем был нормальный. У этого процессора, к сожалению, с этим проблема. Если же хочется дешево, но производительно, то только Xeon на сокете 2011-3. Но никаких 10-20 ядерных процессоров не брать. Повторяю, не берите 10-15-17-20 ядерные Xeon. Не надо их брать, это плохо. Не берите. Для игр нужно максимум 8 ядер. У меня есть про это также подробный ролик. Если интересно, можете посмотреть. Спасибо вот этим ребятам за поддержку моего канала подпиской на Бусти. Именно благодаря этой поддержке я даже в такие сложные для авторов времена имею возможность покупать хоть какое-то железо для тестов на канале. Если у вас есть ко мне какие-либо вопросы, пишите мне на Бусти по ссылке в описании. Но если вы испытываете жгучее желание ниже спины прокомментировать это видео, то сделать это можно так же, либо на Бусти, либо на моем Дзен-канале. Ссылка на него тоже есть в описании. Ну все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok